Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня программа на телеканале «Импакт. Влияние». У нас прекрасный гость Лилия Мертес. Это консультант по здоровью, который проживает в Германии. Лилия, добрый день! Добрый день! Лилия, я знаю, что вы много сами пережили, много сами прошли. Тема «Библия и здоровье» очень широкая тема. Я знаю, что вы специалист в этой теме, собственного опыта. Пожалуйста, поделитесь своей историей, как вы стали таким специалистом. Спасибо. Самая лучшая возможность помочь людям — это тогда, когда ты прошёл этот путь уже сам. Ты набрался собственного опыта, может быть, даже горького, но зато ты знаешь, где есть какие-то закоулки. И когда я, например, думаю о такой истории, вот представьте себе, вы едете по Фривию, и вы знаете, что спереди обрыв, и вы не можете быть равнодушными, вы выходите из машины и останавливаете других, которые пролетают мимо вас, и говорите «Будь осторожен, будь осторожен, там обрыв». Некоторые слушают, некоторые нет. Но если вы равнодушны к тому, что люди погибают, то в основном нет у нас любви или не хватает любви. Когда я начала выздоравливать, после того, как, конечно, имела очень большие проблемы со здоровьем, об этом я сейчас расскажу, я стала людям рассказывать о том, как я начала избавляться от этих проблем. Значит, вернемся немножко к моей истории. Когда мне было 21, это 30 лет назад, я получила такой диагноз «сахарный диабет группы 1». И если кто-то знаком с сахарным диабетом группы 1, то это болезнь, которая, как говорят, переходит по генетике. Родовая. Родовая. И она мне сделала очень много проблем. Так как приходилось ей немало работать в жизни, болезнь на болезнь как ком начинали набираться. И когда-то пришел такой момент, когда здоровье было уже никуда не годным. Хотя возраст еще, в общем-то, для болезни был... 21 год здоровье негодное. 21 год здоровье негодное, да. Но самые большие сложности пришли к 40 годам, когда некоторые другие проблемы и стрессы добавились к этому. И Бог так сделал, что начал показывать мне путь здоровья через слово свое. И я все же пришла к выводу, что нету, и я этот вывод и раньше знала, что нету лучшей инструкции для человека, как Библия. Потому что в Библии написано все от здоровья Духа до здоровья Души и до здоровья Тела. И когда мы обращаемся вот к этому слову, мы часто некоторые места просто проскакиваем. Ну, прочитали как историю, и на этом дело закончилось. Мне Бог тогда показал через многие семинары, потому что я пошла учиться потом на диетолога, что у Бога есть определенные законы. И Он эти законы поставил как для Духа, как для Души, так же и для тела. Когда Он сделал мне такую возможность освободиться внутренне, получить внутренний мир, это был самый первый шаг к здоровью. Потом Он научил меня прощать. Это было второе важное дело. И очень важно еще, когда ты научился прощать, это правильные контакты, правильные отношения с людьми. Очень много людей, которые не несут нам положительные импульсы. В таком случае мы можем общаться с этими людьми, но только не для того, чтобы напитаться от них, а для того, чтобы дать им то, что мы получили от Господа. Потому что, получив от Бога вот это вот внутреннее удовлетворение, мы можем это дать дальше. Это то, что касается Духа. Хорошо. А то, что касается Души, это тоже внутреннее исцеление после того, как ты прощать учишься, после того, как ты имеешь правильное питание для Духа. Но сегодня наша тема, большей частью, это тело. Потому что на телеканале «Импакт» очень много и очень часто говорится о том, как дать нашему Духу здоровье. А вот очень редко мы, как христиане, обращаемся к теме, а как теперь дать нашему телу здоровье. Я была, как и все, я очень хотела получить исцеление. Естественно, это намного удобнее, чем что-то переделывать, передумывать, где-то над чем-то стараться. Ты вот болеешь-болеешь, раз тебя Бог исцелил, и ты здоров. Но оказалось, что даже если тебя Бог исцеляет, это не обязательно, что ты будешь постоянно здоровый. Ты же можешь опять разрушить свой организм, ты же можешь опять разрушить свое тело. Вернуться в то состояние. Да, вернуться в то состояние. Вот представьте себе автомобиль. Вы съездили на ремонт, у вас сломалась машина, вы съездили на ремонт, вам ее отремонтировали, и теперь вы решили, что вам не нужно ни менять масло, ни делать какие-то инспекции, ни заправлять правильное топливо. Через время вы опять будете на этом ремонте. И когда-то уже не на ремонте, а там, где машина вообще придет в негодность. На конечной остановке. На конечной остановке. Для христиан, конечно, конечная остановка не опасная вещь, а наоборот переход из смерти в жизнь. Но почему я хочу, чтобы мы обратили внимание на это? Дело в том, что у нас в жизни, мы все знаем, есть особое предназначение. Это то, чтобы исполнить то, что Бог от тебя ожидает. Велел, да, в Слове Божьем. Но то, что Он от тебя ожидает. Для этого нам нужно наше тело. И пока мы в теле, нам нужно здоровье. Нам нужно, чтобы наш автомобиль доехал от одного места до другого. Это наше тело, наш организм. И если он начинает барахлить, нам нужно подумать, где же и как мы можем его подремонтировать. И даже, чтобы не ремонтировать, давайте за ним просто правильно ухаживать. И вот, обратившись опять к этому же самому Слову Божьему, я нашла там некоторые инструкции, о которых я, по крайней мере, до своих 40 лет почти ничего не слышала. Первая, конечно, инструкция — это первая глава бытия, где Бог выкладывает нам самое важное, еще до грехопадения, еще до закона Моисеева, самые важные инструкции о том, что мы должны делать для своего тела. И там очень сильно обозначены три пункта. Первый — это, конечно, питание, движение, и второе — это движение, и третье — это отдых. Вот об этих трех пунктах я хотела бы сегодня более подробно поговорить. Хорошо. Один момент только уточню для наших телезрителей. Лилия, правильно ли я поняла, что вам был поставлен 21 год диагноз, и в 40 лет, как вы заметили, вы начали обращаться к Библии как к путеводителю по здоровью? Или это было раньше? Я начала обращаться к Библии как к путеводителю к исцелению. К исцелению. Но почему-то я никогда не думала о том, что в первой главе «Бытия» написано уже о том, как и что мы должны кушать для того, чтобы быть здоровыми. Как-то вот проскочила эта глава мимо меня, не знаю. Когда я начала эту тему изучать, то увидела, что там вот есть вот эти самые важные указания. Значит, первое, конечно, важное указание, это мы говорили о питании, но мы к нему сейчас перейдем. Я хотела немножечко коротко взять о движении и отдыхе. Движение — это, естественно, даже если мы правильно питаемся, а сидим на диване, и энергия не тратится, мышечная масса не работает, так как у нас мы уже, ну мало кто знает, что у нас, как говорят, медицина, два сердца. Значит, сердце качает, нормальное сердце качает кровь вниз, а мышцы ног качают кровь наверх. То, оказывается, нам очень важно двигаться. И в первой главе «Бытия» написано, что Адам ходил гулять с Богом. Вот я тогда научилась, когда я выхожу гулять, обязательно сочетать это с молитвой, с поклонением, просто с разговором с Богом. Это принесло мне для моего духа очень прекрасное питание. И второе — это научиться отдыхать. Что такое отдых? Отдых — это отдача всех твоих проблем. Во-первых, конечно, отдых и для тела, потому что это очень важно, чтобы мы просто брали время для себя, для своего тела. Это здоровый сон, чтобы мы правильно отдыхали, чтобы мы правильно готовились ко сну. Сегодня мы не можем так сильно много говорить об этом. Это просто как важный фактор нашего здоровья, как важный элемент. И третье, на которое сегодня мы уделим больше внимания, это что нам кушать. Сейчас развивается очень много тем, вот именно о здоровье и о питании. И люди пытаются с одной крайности в другую уходить. И я решила, что всё-таки для христианина нет другой инструкции, как Слово Божие. Что же говорит в конце концов Слово Божие о том, что нам кушать? В 29 стишке, в 1 главе, опять же, к той же главе вернёмся, написано, что Господь сотворил из земли или повелел земле произрастить растения. И когда в 29 стишке он говорит, и сие даю вам в пищу, и это даю вам в пищу, и перечисливает. Траву, сеющую семя, плод древесный, и семя, сеющие семя, и фрукты. То, что как раз нам и нужно. Получается, у нас трава, у нас семя, и у нас фрукты и овощи. Вот смотрите, вот это очень важный аргумент вегетарианцев. Даже в наших христианских кругах, до грехопадения люди не употребляли, и Богом не было предположено употреблять мясо в пищу. Ну, как бы, насколько это существенно, и оно дальше продолжалось так? Оно продолжалось так до того, как человек вошел в ковчег, когда Ной вошел в ковчег, и после этого Бог изменил этот закон. Но интересно, что Бог разделил животных на чистых и нечистых до того, как, сразу же после грехопадения, до того, как Ной вошел в ковчег. Мы как-то всегда считали, я даже помню из своей истории, что мы в основном обращали внимание на то, что это закон был Моисеев, когда Бог разделил животных и повелел человеку не употреблять в пищу мясо нечистых животных. Но оказалось, что Бог это сделал до этого. И это точно так же прошло мимо меня, хотя я родилась в христианской семье и выросла в семье священника или пастора. И знала об этом, но как-то особо не обращала внимания. А потом, когда увидела по чисто медицинским законам, что животные, которые употребляют в пищу падаль, ну, мёртвые тела, они не полезны для человеческого организма. Я думаю, что это и было как раз Божьим желанием оберечь человека от негативного. Мы часто задумываемся больше о том, почему Бог что-то запретил. Но Бог это не запрещал, потому что Он нас не любит, а именно потому что... Из-за своей любви к нам. Из-за своей любви к нам. Он, наоборот, захотел, чтобы мы этим не пользовались, потому что наше здоровье от этого разрушается. Я, конечно, не считаю мясо, так как Библия его не считает, вредным продуктом, за исключением, какое мясо, и когда, и как. Если мы уже говорим о вегетарианстве, то, значит, когда люди выходили из... Когда народ выходил из Египта, они были обязаны съесть ягненка, которого они принесли на Пасху. И это принесло им... И это принесло им спасение, исцеление. Спасение, исцеление. Я предпочитаю тогда безмясную диету только в случае некоторых моментов, когда человеку нужно какое-то восстановление. В таком случае я даже, если у человека проблемы с кишечником, мы немножко об этом потом поговорим, то ему какое-то время даже нужно не чисто свежие фрукты или чисто свежие овощи, а, скажем, овощи немножечко пареные, потому что бывают заболевания, когда тяжело переносится именно свежие, чисто свежие овощи. Есть некоторые продукты питания, которые надо обязательно нагревать, иначе они не приносят нам пользы или больше приносут пользу, если мы их нагреваем. Хотя я предпочитаю, чтобы большей части пищи была в самом деле вегетарианская и иногда мясная, но только такое мясо, которое хорошо усваивается, это, конечно, баран, это птица, или овечка, ягненок. Вот такие виды мяса вы рекомендуете? Такие виды мяса, но с одним но. Почему так тяжело переваривается наше мясо? Потому что мы забыли еще об одном очень важном моменте. Мясо с горькими травами. Мясо с горькими травами помогают, или горькие травы помогают переработать это мясо, потому что горькие травы очень положительно влияют на нашу печень, и тогда мясо легко расщепляется. Так как мы убрали из ассортимента горькие травы, такие, как сегодня можно, например, использовать полынь, пижму, гвоздику, расторопшу, можно это заваривать перед едой, например, и пару глотков этой горечи выпивать. Есть специально шведские травы, которые уже составлены из горьких трав, которые способствуют переработке пищи. Просто оно как бы ушло из нашего обычая. С традицией нашей, с традицией нашего питания. У нас пришла Кока-Кола, Пепси и все остальные напитки, которые как будто расщепляют нам быстро вот все элементы, которые мы употребили. Да, значит, если говорить о важных или полезных продуктах, то, конечно, исключаем мы из важных и полезных продуктов такие напитки, как Кока-Кола. И по одной причине. Там фосфорная кислота, потому что фосфорная кислота разрушает наше здоровье. Во-первых, она забирает наш кальций из костей, а во-вторых, она разрушает поджелудочную. Это фосфорная кислота. Я не говорю ни о каких элементах, которые, скажем, безопасны в этом продукте. Я не знаю ничего, что безопасно для нашего здоровья. И вообще, если мы будем сегодня говорить о негативных продуктах, то это один из тех, которые мы не должны употреблять пищу. Особенно если это с аспартамом, это с сахарозаменители. Но вот немножечко о том, что вообще, почему Библия так сильно на меня повлияла. Значит, когда я начала менять свой образ жизни, болезни начали уходить. Но потом я увидела, что некоторых элементов просто нету в пище. А почему их нету в пище? Этот вопрос тоже меня очень сильно заинтересовал. Я говорила с агрономами, с серьёзными такими знаменитыми агрономами в Израиле, потому что Израиль всё-таки более-менее ещё поддерживается, придерживается библейских истин. Там седьмой год не сеять, там давать полю отдыхать. Там используется намного меньше химических удобрений. И тогда мне сказали, что, оказывается, те химические удобрения, которые придумали люди в наше время, когда они попадают в землю, растение, которое должно взять минералы из земли, не может взять такой минерал, который называется цинк. Цинк, он окисляется от этих химических удобрений. И вот это уже первая проблема, от чего приходят наши болезни. Когда не хватает в нашей пище цинка, который нужен нам, для чего? Кожа, волосы, ногти, иммунная система. Снимает менструальные боли, как обезболивающая таблетка. Он очень нужен при проблемах простаты. Он нужен для того, чтобы регулировать рост, регулировать вес, убирать жажду на сладкое. Вот как только не хватает одного такого простого, лёгкого элемента, его совершенно немного нужно. Но его нет в наших растениях. Какое количество вы в своей практике советуете употреблять людям цинк? Например, если оно так нам катастрофически не хватает? Сейчас он продаётся в виде капсул. И на каждой баночке будет написана дневная доза. Конечно, тем, кто здоров, хватает вполне этой дневной дозы. Тем, кто уже имеет какие-то серьёзные заболевания, такие как аллергия, бронхит, проблема кишечника, раны не заживают, тем какое-то время нужно попить немножечко побольше, чем нормальная доза, которая там указана. Потому что существует такой закон, на баночке всегда стоит только столько, сколько нам помогает поддержать наше здоровье. Но у нас не у каждого такое состояние, что мы можем его только поддержать. А нам иногда надо что-то добавить для того, чтобы убрать определённые заболевания. Например, сахарный диабет. Он очень сильно нуждается в цинке. Вот именно в этом элементе, элемент хром и элемент цинк, помогают переработать сахар. И вот заболевания, которые сильно-сильно нам приносят проблемы, это заболевания индустриальные. Интересно, когда мы говорим о том, что в неиндустриальных странах нету этих определённых проблем, то мы должны просто посмотреть, что мы делаем не так, что мы их получаем. Ведь кто-то на этой планете, на которой всё вокруг, ну не настолько чистое, как хотел Господь, когда после грехопадения человек стал нарушать законы Бога, когда после грехопадения человек стал есть, что ему хочется, а в последние сто лет он даже стал менять свою пищу на искусственную, вот это самое страшное. Вот представьте себе, когда химическая индустрия стала употреблять вот эти пестициды, мы ничего с этим сделать не можем, эти химические удобрения. Мы почти это изменить не можем. Но мы можем изменить своё отношение к этому. Мы можем выбирать или не выбирать. И Библия говорит, избери себе жизнь, чтобы жить. Значит, шанс у нас есть. Я сегодня хочу вот как раз этих людей подбодрить, ободрить людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят быть здоровыми, которые хотят быть продуктивными, потому что болезни мешают нам быть продуктивными для того, чтобы исполнить своё предназначение в Боге. Нам нужно здоровье. Хорошо, смотрите, Лиля, вы говорите о том, что пестициды, индустриальный мир, мы поменяли многое того, то, что оригинально Бог создал. Но как выбрать, вот приходишь в магазин, элементарный хлеб или элементарный просто продукт имеет перечень больших элементов, малых, больших, великих. Покупаешь один продукт, а в нём уже 12, 20 и так далее элементов. Как это и как нам с этим быть? Ведь статистика говорит, что современный человек в индустриальном мире съедает в год 17 килограмм химикатов. Ужасно. То, что мы пьём, если это не свежевыжатый сок, то это уже чистый химикат. Это никогда не росло и нигде. Даже если это соки, которые нагревались, они тоже уже потеряли свои витамины, поэтому я не советую их пить. Первое и самое, конечно, важное, это понять, какие продукты особо вредны, какие продукты менее вредны, какие продукты полезны. И с этого, думаю, что мы начнём. Первый и самый важный продукт – это вода. Если это будет присутствовать в нашей жизни, это будет первый огромный плюс. Но воду опять надо научиться пить, и надо научиться пить её правильно. Конечно, я скажу, может быть, в литрах, потому что я не знаю ваших мерок. Значит, человеку надо в день 30 миллилитров воды на килограмм веса. Если кто-то весит 50 килограмм, значит, ему нужно полтора литра. Если кто-то весит 100 килограмм, ему надо 3, потому что все люди ищут, какой возможности. Кто-то говорит столько, столько. У нас есть вот эта медицинская формула. Это наш минимум. И это говорится о воде. Это не говорится ни о кофе, ни о чаю, ни о Кока-Коле, ни о чём. Чистая вода. Теперь, когда её начинать пить? Когда мы просыпаемся утром, у нас ещё второй клапан в желудке приоткрыт. Поэтому самая первая, самая важная вода – это вода в кровати. И если возможно, то лучше, чтобы она была тёплая. Почему опять тёплая? Вы в Америке, мы нет, мы в Германии не пьём холодную воду. У нас лёд, конечно, да. Привыкли пить холодную воду. Это дело только привычки. Но если мы поймём, что мы воду греем почками, потому что, скажем, желудок наш – это такой мешочек. Он не имеет возможности согреть вашу воду. А сзади него стоят почки. Они нагревают эту воду. Если мы хотим предотвратить эту проблему, то нам лучше избегать холодной воды. Значит, утром самое важное – это выпить стакан тёплой воды. Но не маленький такой, а, естественно, побольше. Опять же, мы говорим, если это ребёнок, то поменьше, взрослый – это побольше. Этот стакан тёплой воды проходит сразу же в наш кишечник и помогает почистить кишечник. Это первое. Естественно, если мы там вечером поели что-то полезное для кишечника, это клетчатка, сегодня её коснусь, то, опять же, это поможет нам, чтобы кишечник хорошо функционировал. Значит, вода утренняя, потом вода перед каждым приёмом пищи за 10-15 минут, иногда даже за 5 минут. Вот пришли вы в ресторан, вам воду поставили, вы попросили там, но аиста без льда. Вы выпили этот стакан воды, теперь вам принесли пищу, вы должны обратить внимание на то, чтобы её хорошо пережёвывать. Спешка не помогает. Люди раньше возлежали для того, чтобы правильно питаться. А сегодня, окей, мы сидим, это для желудка, конечно, очень хорошо, но опять мы часто очень спешим. Я, если куда-то тороплюсь, я лучше вообще ничего не ем или съем какую-то лёгкую пищу. Я лучше выпью много-много воды, чтобы не надрывать свой организм, чтобы он не уставал, и тогда можно спокойно идти работать, особенно если какая-то консультация или серьёзный разговор, тогда вот лёгкая пища принесёт больше пользы. Вода — это самое первое. Исбегаю совершенно. Я буду рассказывать сегодня о своём собственном опыте, потому что я не хочу, чтобы потом сказали, что вот это или это — это антиреклама. Ни в коем случае. Я не делаю никакой антирекламы. Я говорю о том, что я нашла в Слове Божьем, что я считаю для себя самым важным аргументом, что для меня инструкция и что непосредственно мне помогло избавиться от заболеваний. Мне помогло изменение образа жизни. Я убрала вредные продукты и к вредным продуктам, на удивление, я отношу белую пшеницу. Для многих, может быть, это уже будет известно, потому что сейчас много говорят на тему глютен или глютен. У нас в Германии называется глютен. Но и в нашей культуре славянской булочки всё мы печём, всё пшеница, это хлеб, калачи, это всё пышные. Как отказаться? Да, и всё такое вкусное. Да, пышное. Вы знаете, это так же, как и в духовном. Когда мы понимаем, насколько ценно наше здоровье, вот в духовном мы понимаем, насколько много нам даёт Бог, то нам совершенно нетрудно отказаться от мирской чепухи. Скажем, от всех этих дискотек, от наркотиков, от сигарет, от алкоголя, потому что мы получили что-то высшее. Тогда мы отказываемся от вредного. От плохого ради хорошего. От плохого ради нашего. Если мы понимаем, что если мы получаем лучшие, тогда мы согласны отказаться от плохого. И даже от вкусных булочек. Хотя я просто учу людей, если вам сильно хочется ещё чего-то сладкого или какой-то там десерт, разделите обед, отделите от сладкого. Не принимайте сладости сразу же после приёма пищи. Дайте возможность переработать вашему салату, переработать вашему мясу, вашей картошке. И отделите два часа на то, чтобы желудок это освободил, и потом примите чашечку кофе с каким-то сладеньким. Это хотя бы для начала. Со временем, может быть, человек откажется и от этого, когда он почувствует, что он получил, что у него появилась энергия. Например, я за свои первые 20 лет, после того, как я заболела сахарным диабетом, я занималась только болезнями. Я ходила по врачам, я искала медикаменты. Моя косметичка была огромнейшая. И от каждой болезни, и от этого, и от этого набралось за это время 21 заболевание. И потом они начали потихонечку уходить. Осталось три. Это болезни, которые аутоиммунные. Я еще не нашла метода, как избавиться от аутоиммунных заболеваний. Но я, например, нашла такой вариант, что когда мои клиенты, с которыми я работаю, многие попробовали этот вариант, когда они отказались от вредного хлеба. Почему говорю вредного хлеба? Потому что пшеницу Бог не создавал. К сожалению, то, что сегодня мы называем пшеницей, этого продукта не было сто лет назад. Поэтому так нас иритирует, поэтому мы так не понимаем, почему вдруг вчера мы ели хлеб, или наши бабушки, прабабушки, кушали и были здоровы, а вот у нас сегодня никак это есть нельзя. Почему так приносит это много заболеваний? Откуда столько диабетов? Откуда столько аллергии? Откуда столько дисбактериоза в наших кишечниках? Отчего не впитывается В12? Это витамин, который производит красные шарики. Отчего, куда исчезает железо? Женщины страдают очень многие, что утром не могут проснуться, у них нет энергии, потому что исчезает железо. Почему оно не всасывается? И оказывается, что большой вред приносит глютен или клейковина, который находится в этом зерне. Раньше зерно, оно называлось поуба, еще при Пушкине, если кто-то читал Пушкина, оно имело меньше зерен на одном стебельке. И вот каждое зерно, оно состоит из оболочки, оно состоит из ядра, в котором много витаминов, и вот из этой клейковины. Получается, когда они ели вот это цельное зерно, и зернышек было мало, клейковины было много, то организм получал то, что ему надо. Клейковиной он пользовался, это клетчатка или оболочка зерна, пользовался для того, чтобы почистить стенки кишечника. Он пользовался для того, чтобы понизить холестерин, потому что он всасывает, эта клейковина или эта клетчатка, она всасывает в себя отработанные жирные кислоты. Получалось, что у нас задерживалась пища, она медленно всасывалась, потому что не могла так быстро всосаться. Глютен был как бы не единственным вариантом, и не было так много углеводов в этом продукте. Но со временем люди стали просеивать муку, и потом писали, что высший сорт, просеянная мука. А потом научились селекционировать пшеницу так, что сделали на стебельке намного больше, на одном колосе намного больше зерен, у которых клейковины было мало, или наоборот, клейковины было много, а оболочки становилось все меньше и меньше. И вот эта проблема, конечно, сильно-сильно коснулась нас, когда мы начали употреблять в пищу белую муку. И сейчас мы ищем первый сорт, высший сорт, чтобы испечь хлеб, чтобы сделать наши булочки. Ну как бы больше люди сконцентрировали свое внимание на высшем. Ну как бы высший сорт, лучший сорт, первый сорт. И это совершенно неправильно, я так понимаю. Что нам делать? Что поменять? Что покупать? Из чего готовить наши выпечки хлеб? Нам нужно... Некоторым людям просто нужно отказаться от хлеба. У них нет другого варианта, как только отказаться от хлеба. Поэтому приходится нам избегать этих вещей. И нам нужно обратить внимание на то, что если мы не введем в ассортимент клетчатку, то наш сахар будет всегда очень высокий. Поэтому я очень бы хотела, чтобы мы обратили внимание, чтобы изменить свой ассортимент питания и взять большее количество воды до еды. Тогда нам не будет так сильно хотеться кушать. Каждые 10 секунд в мире становится на 2 больных с сахарным диабетом больше. Это 7 миллионов в год. Каждые 10 секунд один человек умирает от заболевания, связанного с сахарным диабетом. Это 4 миллиона в год. Диабет занимает четвертое место среди болезней, которые становятся причинами летального исхода. Что нам делать в этой ситуации? Что нам предпринимать? Я думаю, Лиля, как специалист в этой области, сама прошла это время, сама прошла эту болезнь, сама страдает от этого и преодолевает до сих пор такие моменты, она больше нам подскажет, как выйти из данной ситуации, что нам сделать, чтобы быть здоровыми, чтобы в здоровом духе был здоровый человек. Мы все христиане, и мы все знаем, что здоровье — это залог нашего духовного состояния, духовное состояние наше, хорошее духовное состояние. Это также залог того, что мы здоровы, хорошо себя чувствуем. Поэтому, Лилечка, пожалуйста, я вот назвала статистику ужасающую по поводу сахарного диабета. Скажите, пожалуйста, что делать в этом случае? Каждые 10 секунд один человек умирает в мире от проблемы, связанной с сахарным диабетом. Есть два вида сахарных диабетов. Один из них — генетический диабет, который очень трудно предотвратить. Конечно, я очень за то, чтобы мы молились об этом, чтобы Бог разрушил эту проблему. И я стараюсь очень много молиться о своих детях, чтобы это не перешло дальше. Но оказывается, что мы можем кое-что предотвратить. Если мы наладим кишечник, странное кажется, вроде бы, при чём тут диабет и при чём тут кишечник. Оказывается, когда стенки кишечника разрушены, он намного труднее воспринимает элементы, которые сохраняют наше здоровье. Потому что кишечник как раз за это ответственный, на то, чтобы впитать в себя витамины В12, любые витамины. Потому что желудок работает только на то, чтобы пищу эту расщеплять, а уже кишечник работает на то, чтобы эту пищу преобразовать. Ну, конечно, там работают и железы внутренней секреции, и печень даёт свои ферменты, очень важные. Но как раз разрушенные стены кишечника сильно способствуют тому, что у нас появляется диабет, скажем, группы первой. Поэтому за этим нужно следить. Это нужны время от времени пробиотики. Это бифидобактерии, лактобацилы. Они продаются даже в виде капсул. И когда мы употребляем это или в виде порошка, вот я предпочитаю больше порошок, когда порошок мы растворяем в воде, то, получается, бактерии уже смогли ожить, эти, которые выращиваются где-то в лабораториях, и они нам очень часто бывают нужны. Особенно после антибиотиков. Потому что антибиотики, мы уже говорим о том анти, это значит биотик убивается. Антибиотики убивают эти пробиотики, а пробиотики добавляют опять то, что мы потеряли. Это один из важных элементов. Второй очень важный элемент, говорила уже, это цинк. И если мы хотим еще предотвратить диабет, то нам нужно избегать лишнего веса. Потому что, если это приобретенный диабет, то он очень часто зависит от того, насколько много у нас клеточек. Ведь представляете, эти все клеточки надо снабдить инсулином. Поджелудочная работает в нагрузку. Клеточки засоряются от того, что питание неправильное. Клеточки не имеют тех важных элементов. И даже иногда, просто похудев, уходит сахар. Иногда, просто начав двигаться, уходит сахар. Потому что, как раз таки, в мышцах ног та энергия расходуется, которую мы поглотили. И вот тут лишний вес, это тоже сегодняшняя проблема. Вот я это хотела заметить. Смотрите, страны западного мира, Америка, Европа, все эти индустриальные развитые страны страдают от лишнего веса, от избытка этого лишнего веса. Вот смотрите, статистика маленькая. Только в Америке 67,6 миллионов людей страдают ожирением. 65,2 миллиона людей избыточным весом. Это на данные 2012 года. Причины, выход, человек, который заметил, что набирает вес, что ему делать? Есть у нас несколько причин лишнего веса. Первое, это опять говорили нехватка того же самого элемента цинка. Я, например, всегда начинаю с него, если я вижу, что человек хочет изменить свой образ жизни. И это далеко недорогой элемент и каждому почти доступный. Просто о нем мало очень говорится и его люди почти не знают. Он помогает убрать жажду на сладкий и регулирует аппетит. Это же наше самое первое. Второе, конечно, нужно обратить внимание на работу железы щитовидки. Часто щитовидка не так хорошо работает, как надо. Она очень сильно нуждается в селении и в водорослях кельб. Потому что часто бывает, что щитовидка нарушилась от того, что была радиация или просто по каким-то стрессовым ситуациям. Потому что она первая, которая реагирует на стресс. Третье, это заклеенные стенки кишечника. Об этом мы уже говорили, что элементы просто не всасываются. И поэтому у нас начинается сбой. И от этого мы полнеем. Четвертое, это бывает чаще всего у женщин, когда еда становится наркотиком. Когда у человека стресс, проблемы. Что он начинает? На кухню, холодильник. И вперед запихиваем в себя все, что возможно. В таком случае нам нужно обратиться к Богу. Вот именно если еда стала нашим наркотиком. Потому что дьявол предлагает человеку как бы на блюдце или на блюде очень многие такие так называемые нам вкусные варианты. Но они вредны для нашего здоровья. Сейчас реклама работает только на то, чтобы человек употреблял и все, что нам вредит. Да, смотрите, мы говорим уже, вот мы от сигарет отказались, вот мы от наркотиков отказались, дайте нам хоть поесть вдоволь. И вот тогда еда становится, и вот в Библии написано, Бог их чрева. Если мы уже настолько не можем остановиться перед этой пищей, то, естественно, становится лишний вес. Потому что приход-расход, вот об этом, это следующий фактор, да? Когда количество калорий, которые вошли в нас, выше количества калорий, которые вышли из нас. И поэтому, или которые мы потратили, вот, чтобы мы потратили их в энергию, да, израсходовали. В банке было бы, наоборот, лучше, да? Доход у нас выше, чем наши расходы. А вот что касается нашего веса, если он у нас нормальный, то у нас должен быть плюс-минус ноль. Сколько пришло, столько мы срасходовали. Если он у нас выше, чем надо, мы должны обратить внимание на пищу, которая лишняя калорийность. Но я против каких-либо видов диет вредных. Я за здоровый образ жизни. Мы больше тогда употребляем овощной пищи, поменьше калорийной, и немножечко белка, на который так сейчас сильно-сильно обращать внимание, там, животного происхождения. Я за то, чтобы люди два раза, три раза в неделю кушали мясо, но не больше. Помните историю о блудном сыне, когда он вернулся, и отец заколол бычка для своего младшего сына, или девча. Лучшего, да. А этот обиделся, старший сын. Сегодня бы никто не обиделся, если бы родному брату больше колбаски дали. Хотя колбасу я вообще не считаю за продукт питания, который нам полезен, потому что там, кроме мяса, еще очень много различных элементов, которые делают это вкусным, и которые делают это неполезным. Поэтому этот продукт питания я тоже избегаю. Теперь еще проблема номер пять, это растянутый желудок. Мы настолько часто заставляем детей своих доешь, доешь, доешь. Если это полезная пища, то я предпочитаю детям лучше раскладывать где-то, особенно маленьким детям. Сейчас у меня растет внучка, и сейчас будет уже внучок. Я стараюсь ей выставлять вот где-то яблочко, где-то какую-то морковочку, где-то огурчики, где-то болгарский перец. Вот просто нарезать и поставить там, где доступ. И ребенок вместо печеньки, к которым привыкают дети, лучше съест вот эту пищу. И если я вижу, что пища неполезная, то я его вовсе не буду заставлять. Я видела на свадьбах, где ребенок не хочет кушать торт, а родители его заставляют, а потом, когда он начинает набирать вес, его холодильник перед ним закрывают. Сначала мы ему растянули желудок, сначала мы приучили его к вредной пище, а потом мы начинаем запрещать ему эту вредную пищу, а он уже к ней привык. Я помню, в старые времена я тоже делала такую ошибку, когда мы ездили с детьми в Микдональдс праздновать дни рождения, и я соблазняла детей на это. А потом, когда мои оба ребенка, девочка и мальчик у меня, заболели аллергией, притом серьезной аллергией, так что текло и с носа, и с глаз, я начала изучать эту тему и с Божьей помощью, со всеми вот этими вот элементами, особенно, скажем, масло черного тмина, нигела называется, это египетский такой продукт, он тоже продается здесь свободно, он помогает от аллергии. Потом пробиотики были важны в таком варианте, потом вот этот именно цинк, потом овощи, фрукты, ягоды. Если у человека нету аллергии на эти овощи, фрукты, ягоды, конечно, стараюсь биологически чисто, но не всегда получается. Но даже если оно и не настолько чисто, как нам хотелось, оно хотя бы видело солнце, оно хотя бы получило витамины, которое нам нужно. Конечно, нет движения, это тоже проблема, что мы набираем лишний вес. Сколько вы советуете двигаться, ну, спортивно, или ходьба, или пробежка, хотя бы в неделю? Я, конечно, ходьба. Я больше всего, и вижу, опять же, это же самую первую главу бытия. Да, ходить, гулять с Господом, беседовать. Вот мы сейчас, где я нахожусь, мы каждый вечер выходим, прогулка быстрым шагом, потом немножко гимнастики после этого, и только потом мы отправляемся спать. Я в днем как бы не успеваю иногда, а вечерком обязательно стараюсь пробежаться. Потом причина лишнего веса – это нехватка воды или неправильное употребление. Если мы во время еды пьем много воды, а если мы ее пьем еще со льдом, то у нас две проблемы. Первая, когда много воды, это уже разбавленный желудочный сок, и пища плохо расщепляется. И вторая проблема, когда мы пьем со льдом, у нас у желудка есть рецепторы, которые нам говорят, вы сыты. Если же мы добавляем лед в нашу пищу, то эти рецепторы засыпают. Я это испытала даже на себе, мы были в ресторане в Италии, и там как бы после третьего захода нам дали чисто итальянское блюдо, лед молотый, к нему добавляется очень вкусный лимонный сок. Ты поедаешь это с удовольствием, и после этого ты можешь кушать столько, что ты потом это просто переработать не можешь. Вот так, оказывается, мы можем усыпить чувство это «остановись». Ну, смотрите, в ресторанах, когда мы приходим в рестораны, первое, что нам предлагают, это что вы будете пить. Заказ делайте, да? Мы заказываем соки, воду, пепси, и кто что предпочитает. Как вы советуете пить? Если пить, то что? И если пить во время еды, как? Если человек не может без воды вообще исключить это из рациона, пока ты кушаешь? Я тоже бываю часто в ресторанах, потому что я проработала у вас в Америке 8 лет, это было 10 лет назад, и я знакома с вашим образом жизни, и скажу, что здесь надо держать себя точно в руках. В этом, конечно, очень помогает молитва и понимание, что твое тело тебе дается один раз, и в шкафу нету запасного, поэтому стоит позаботиться о нем, и у тебя дорога длинная, поэтому береги свой инструмент для того, чтобы достичь... Свою хижину, да. Свою хижину, свой храм Духа Святого, береги его. И я стараюсь не пить во время еды или минималку. Если, конечно, пища такая сухая, то, естественно, я выпиваю там ваших полстаканчика, даже меньше, потому что у вас стаканы очень большие. Я никогда не пью со льдом, ни на завтрак, ни на обед, вообще никогда. Я лед не употребляю. Я очень редко употребляю какое-либо мороженое. Стараюсь вообще ни холодное, ни горячее не употреблять. И тоже объясню, почему. Потому что, когда мы употребляем сильно горячее, мы сжигаем пищевод. И многие люди потом страдают проблемой пищевода, потому что употребляют сильно горячее. Во время обеда минималку, после обеда 2 часа не пью ничего и не ем никакие десерты сразу после еды. Я когда раньше летала много, то в самолетах очень часто дают тебе, конечно, хорошую пищу, а потом всегда добавляют какой-нибудь кусочек тортика и кофейка там. И по привычке нашей домашней русской мы привыкли, что у нас всегда был такой большой обед шикарный, а потом, естественно, заносилось и дополнительно десерты. И все хозяйки из всех сил старались, чтобы торты были прекрасные и вкусные. Я понимаю, я помню времена, когда я начала поправляться, и это было время, когда я сказала, все, в нашем доме больше не будет белой муки. Я тогда еще не знала, что она вредная, просто почувствовала, что я стала поправляться. Когда я убрала, ее вес просто сам автоматически вернулся. Я пришла к такому выводу, когда мне говорят, я пеку, потому что люблю детей. А я говорю, а я не пеку, потому что люблю детей. Но зато приходится немножечко больше задумываться, чем кормить, потому что как раз дети были в подростковом возрасте, дети не очень хотят слушаться в тот момент, потому что мама говорит, не ешьте там гамбургеры или еще что-то. Тем более вы сами их немножечко к этому приучили. Да, 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 сама позволяла, да, а теперь вдруг нельзя. Вы пришли уже к этому, а дети как остановиться? И вот тогда я начала учить детей не сама. Я брала их на семинары. У нас бывали такие открытые семинары, которые преподавали профессора. У нас сегодня в интернете куча информации для детей и фильмов. И просто показать ребенку, что такое вода. Есть прекрасные фильмы о воде. Чтобы показать ребенку, что его тело нужно будет ему еще последующие 120. Мы вот интересно, да, в нашей жизни решили, что нам жить-то всего 70. Хотя Бог никогда не говорил, что мы будем жить 70 лет. Это сказано в Библии только как факт. Хотя тот, кто это сказал, жил дольше. И поэтому я думаю, что мы можем... Я не говорю о том, что нам обязательно прожить 120 лет. Но я бы очень хотела, чтобы то, что Бог нам предназначил, чтобы мы это не укорачивали сами. Хотя у нас есть часто такое выражение, вот сколько Бог позволит, столько и проживу. А Бог говорит, да я больше тебе позволю, ну бери. А человек берет не то, что Бог ему дает, и укорачивает. Даже непослушанием родителям написано. Можно укоротить... Ну, непослушанием, неуважением. Неуважением к родителям мы можем укоротить свою жизнь. Поэтому нам очень надо задумываться о том, как мы можем увеличить свои хорошие годы. Вот именно хорошее. Своё здоровье, чтобы мы были продуктивными. Как написано, жил Авраам и насытился днями. Это насыщение пришло жизнью днями, здоровьем. Как бы у него в здоровом деле здоровый дух. Да, и здоровый дух помогает здоровому телу. Мы вот сегодня отсюда идём. Сначала мы делаем здоровый дух, потом мы насыщаем свою душу, а потом мы ремонтируем своё тело или сохраняем. Лучше, конечно, сохранить своё здоровье, чем потом его опять восстанавливать. Есть такая поговорка, что в первую половину нашей жизни мы тратим всё своё здоровье, чтобы заработать деньги. А во вторую половину своей жизни мы отдаём тяжело заработанные деньги, чтобы восстановить потерянное здоровье. Вот сегодня у нас много молодых, я думаю, слышат. И, пожалуйста, особенно молодёжь, ожидающая детей. Подготавливаться нужно к браку, подготавливаться нужно к родам, к беременности нужно подготавливаться. И люди об этом не знают. Даже цинк, например, способствует тому, что у нас были дети, чтобы они вообще были, а потом, чтобы они были здоровы. И в таком случае, конечно, нужно цинк пить не только женщине, а и мужчине, для того, чтобы были у нас дети. Потому что часто бывает задержка именно за этим. А потом в жизни, когда женщина беременна, она начинает уже опомниться и начинает что-то делать для себя. А вот год до этого, когда была подготовка тела, вот как поле. Вот представьте себе, вы хотите сеять. Вы же готовите это поле. Конечно. И вы же удобряете это поле для того, чтобы оно приносило хороший плод. И вы не сажаете на поле каждые 2 сантиметра яблока. Вы знаете, что яблони нужно время, место, уход. Поэтому вот мы должны распределять это всё, чтобы для того, чтобы и нашим детям было время, и для того, чтобы нашим детям было правильное питание. То, что мать может вложить. И вот, конечно, кормление грудью, это молоко матери, и нормальные роды, чтобы избегать кесарево сечения. Иногда, правда, невозможно избегать. Но тут опять я никогда не знала, что дети, которые рождённые ненормально, которые через кесарево сечение, что им обязательно нужны бифидобактерии или пробиотики, потому что они этого лишены. У них не были нормальные роды. И чтобы такого ребёнка потом вырастить здоровым, стоит обратить внимание на то, чтобы добавить ему детские, специально детские пробиотики. Они так и называются, пробиотики. Просто они как-то в нашем ассортименте, как бы не существуют в нашем обиходе. Мы это слово даже почти не знаем. А потом получается, что дети получают антибиотики. Это слово мы все хорошо знаем. И многие дети страдают от того, что употребляют антибиотики. И хотелось бы, чтобы люди знали, что есть специальные пробиотики, которые пьются во время антибиотиков и которые пьются после антибиотиков для того, чтобы восстановить здоровье. Что вы относите к натуральным антибиотикам или антисептикам? Есть какие-то в народе, в природе? Да, есть, есть. Первое – это прополис. Прополис – это элемент, который убивает очень-очень многие бактерии. Например, при поносе. Самый лучший метод – это прополис, хорошо настоенный, конечно, чтобы большой концентрат был прополиса. Не только большой концентрат алкоголя, а большой концентрат прополиса, потому что он быстро помогает при этой проблеме. Ты выпиваешь эту настойку, когда у тебя? Да, я выпиваю всего пару капель. И, может, это два раза хватает. Потом при заболевании дёсен, при заболевании зуба внутри я все свои зубы вылечила прополисом. Мне даже когда воспалялись, уже чувствовала, что нужно к врачу, но не было как раз возможности. Там выходные или ещё что-то. Побрызгаешь прополисом, и через время это исчезает. Проблема горла, когда начинается ангина, болит. Значит, вторая очень хорошая вещь, когда у нас начинает болеть горло, это сода. Интересный, уникальный продукт. Сегодня он настолько оспоримый продукт. Я не думала даже, что вокруг соды может возникнуть столько войны, столько споров. В интернете, в телевидении. Да, одни говорят очень полезно, другие говорят очень вредно. Я скажу так, как я употребляю этот продукт. Я нахожу его для себя полезным. В каком случае? Я им полоскаю горло, особенно тогда, когда я чувствую, что горло болит. Даже если я вечером легла, я чувствую, там шкребёт немножечко, начинается простуда. Я делаю два варианта. Я брызгаю нос солёной водой, потому что в носу как раз и живут эти защитные механизмы, антительца, которые борются с болезнями. И второй, иду полоскаю горло содой. Всегда сода стоит у меня в ванной. Глоточек два прополоскала, выплюнула. Я убрала почву у бактерий. Это второй антизептик так называемый. Теперь ещё существуют натуральные антибиотики. Это кордицепс. Может быть, здесь это слово неизвестно, может и известно. Это китайский гриб, который является натуральным антибиотиком. И я употребляю его в случае, если я начинала простывать, то я сразу же пью кордицепс. Третье, или четвёртое, сейчас уже одно из них, это чеснок. Это тоже очень хороший, помогающий против вирусов, против заболеваний, и даже для сердечно-сосудистой очень полезный продукт. Думаю, что почти каждый человек с этим знаком. И, конечно же, один из важных продуктов во время простудных заболеваний это витамин С или витамин С по-русски. Почему он важный? Он помогает бороться с антиоксидантами. И тогда мы намного быстрее или выздоравливаем, или вообще не входим в это заболевание. Я употребляю косточки грибфрукта или вытяжка из косточек грибфрукта, когда чувствую, что у меня начинаются простудные заболевания. Кстати, они же являются сильными антипаразитарными продуктами. Так же, как и против паразитов, очень хорошо куркума. По-вашему, термо? Куркума? Это термерик, по-моему, да? Или турмерик? Турмерик, наверное, так будет по-английски. Ну, по крайней мере, международное название у него куркума или куркума. Каждый народ делает свое ударение. Этот продукт очень хорошо против паразитов. Еще против паразитов есть масло, масло черного тмина. Хороший продукт против паразитов. И некоторые травы. Ну, тут только открываешь интернет, пишешь натуральные методы против паразитов. Сегодня такая возможность получать информации. Ну, конечно, скажу, что интернет полон информации, которая перечит Слову Божьему. В таком случае я, конечно, вот именно говорю, когда мы занимаемся веганством и вегетарианством, не из-за того, что нам как раз сейчас нужно это сделать для здоровья, а из-за того, что у нас появилась какая-то духовная идея, и мы должны обратить внимание, кто стоит за этой темой. Или даже сыроедство. Кто стоит за этой темой? Вот это мой вопрос, как бы при таком изобилии и количестве информации в интернете, в том же интернете, как правильно выбрать необходимый нам артикл или материал, ресурс, чтобы воспользоваться и чтобы мы смогли найти для себя что-то полезное и помочь своему организму здоровью? Я когда заболела сахарным диабетом, это уже сейчас 30 лет назад, мне сказала моя врач, «Если ты не изучаешь свою болезнь сама, не изучишь свою болезнь сама, тебе не поможет ни один врач». И она сказала правду. Я начала изучать, как функционирует поджелудочная, чем ей помочь. И многие врачи, которыми я встречалась позже, они мне говорили, «Вы ничего изменить не можете, у вас…» И вот болезни набирались, набирались, у вас сахарный диабет, что вы можете сделать? И когда я меняла свой образ жизни и начала пользоваться определенными биодобавками, я очень за хорошие биодобавки, начала пользоваться ими, я увидела, что, оказывается, я могу очень много что сделать. Я стала себя чувствовать все лучше и лучше и лучше. И тогда уже, конечно, своим близким, особенно близким, естественно, помогала восстановиться, подсказывала, «Вот это вы возьмете, вот это вы возьмете». И тогда я увидела, что мы можем много что изменить. И вот когда мы смотрим интернет, то я с молитвой, я многие вещи просто чувствую, это не от Бога. И, естественно, книга Библии для меня тогда является… Путеводитель. Путеводитель. Когда мне говорят, что Бог не предназначил мясо для того, чтобы его кушать, извините, Христос преломил рыбу или рыбу и мясо там, мясо тоже, да? На Пасху, естественно, Он употреблял мясо. Тут невозможно было без Него, иначе бы Он не был из еврейского народа. К этому моменту Христос преломил хлеб и рыбу. Ну, как бы, если мы отстаиваем раздельное питание, получается, что Христос сам его нарушил, предложив людям употребление хлеба и рыбы. Правильно? Я разделяю питание, какое? Я разделяю, например, сладости от еды, но это не за того, что эти продукты, они просто мешают друг другу переработаться. Вы употребляете отдельно, например, мясо, салат, картошка, всё отдельно? Я употребляю мясо с салатом всегда. Вот к мясу я всегда стараюсь взять какие-то травы. И я в основном стараюсь выпивать перед этим настоечку с каким-то горькими травами, там, скажем, особенно с полынью. Такой доступный продукт. Но вот многие люди сегодня страдают проблемой H. пилории. Это такая нехорошая бактерия, которая живёт в желудках и нарушает переработку пищи, а потом непереработанная пища идёт в кишечник. Вот от H. пилории я нашла у нас в Германии глину, которая убирает у H. пилории, это бактерия, да? Она, как она действует? Она оседает на стенках желудка и с другой стороны на 12-перстной, да? Она закрывает себя в оболочку аммиака, газа, и тогда она сохранённая, и никакой желудочный сок её не убивает. Тогда в медицине дают антибиотики, а я предпочитаю натуральный метод. Есть такая земля, она у нас называется фанго-кур в Германии. Её я употребляю для того, чтобы забрать у этого H. пилории эту защитную оболочку. Перед завтраком один раз на голодный желудок выпиваю этот напиток с этой глиной, и H. пилории тогда становится беззащитным. Когда я начинаю завтракать, мой желудочный сок убивает этого H. пилории. И я вот живу, прожила без антибиотиков и убрала его. Пожалуйста, скажите в завершение, что вы бы хотели для наших телезрителей? Я хотела бы ещё сказать, что соки, которые можно употреблять и лучше употреблять, когда мы болеем какими-то заболеваниями, это свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Например, яблоко, морковка, брокколи, свекла. В общем, всё, что создал Господь, всё, что из сада Господня, пусть не из едемского, пусть из соседского, но это будет служить вам, даже если вы находитесь в серьёзных заболеваниях, при химотерапиях, и вам нужно поддержать своё здоровье, это очень важно, но к этому соку хорошо добавить чайную ложечку льняного масла. Я думаю, что если человек будет вот видеть, что основа питания — это Библия, это духовно, физически и душевно, то мы там найдём вот именно ответы на эти вопросы, поэтому я желаю, чтобы вы поняли ценность вашего здоровья. Я хочу сегодня, я хочу как раз-таки подбодрить вас. Стоит ухаживать за телом, стоит заботиться о нём, я это знаю из собственного опыта, я чувствую себя сейчас лучше, чем 25 лет назад, а время уходит, сейчас 51, и я всё ещё чувствую себя молодой, и думаю, что если я смогла пройти этот путь, вы тоже сможете пройти, поэтому ободритесь, укрепитесь в Господе, перейдите на то, что говорит Господь для пищи, и несите это своим детям, несите это своим близким. Спасибо, Лилия, за ваше время, до свидания, наши друзья, и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!